Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 30 стиха. И воспев, пошли на гору Елеонскую, толкование блаженного феофилакта. По окончании вечера они воспели, дабы мы знали, что и нам должно делать так же. Евангелие идет на гору Елеонскую в место, известное иудеям, а не в другое какое-либо неизвестное для них место, дабы не подумали, что он бегает, а вместе и для того уходит из кровожадного города и оставляет его, чтобы не воспрепятствовать им гнаться за собою, а после обличить их, что они преследовали его и по отшествии. Все толкование на этот стих. Ничего. Доказательства того, что преследовали Христа, никаких не требуется даже. Мне приходилось считать о том, что они сегодня говорят, там, Шульхана Руха, Христе и прочее, из других материалов-то я не в оригинале считал, а то, что отцыки изобретательны, на поношение просто ужасно. Ну а возможно, чтобы такие люди, столько поносившие Христа, и обратились к Богу? Возможно. Поэтому, как говорят, ставить крест на чем-то окончательно, все похоронено, к теме не возвращаемся. Нельзя. Мы не знаем. Но расположения уже никакого нет, когда знаешь, что там идет только одна хула. Бывает человек по характеру такой, грубое воспитание, во-первых, а потом с детства его. Он просто ненавидит, он не с ненавистью живет, растет, воспитывается, и ненависть вместе с его возрастанием телесным духовно растет. Вот здесь я вижу детей, которые натравили против, а они маленькие еще там, ясное дело, еще не взрослые дети-то, а в них ненависть буквально понтанирует. Даже из храма выходит, он рядом не может, глаза смотрите, родители как будто этого не видят. Он сразу дергается и уходит. Я вчера это видел вечером. Приехал он тут с матерью, такой отрок. Я подошел, спрашиваю, как сегодня богослужение, пришел в гости. Вчера все-таки у нас престольный праздник был. Столько было священников. Приехало 4 священника Московской Патриархии, служили вместе. И как у нас было, потом все беседовали, мы их наградили. Я им каждому дал по большой коробке по 300 Евангелий, потом отдельную коробку Нового Завета, Псалтирию. Ну, по-хорошему все. К одной тут болящей, она показывает. А этот стоит, дернулся сразу отрок. Я не знаю, сколько ему там, ну, лет 12. Это неприкрытая, прямо фонтанирующая ненависть. Это родительская. И как они будут отвечать, и что дальше будет. И это... Последствия-то какие имеют. Вот мы смотрели какой-то фильм, там, что любовь бывает там тихая, или что-то там, какие-то мормоны. Ну, ясное дело, молятся все время, сидя, взявшись за руки. Но никакой ненависти-то нету друг к другу-то, между единоверцами-то. Ты посмотри, раскол, никона, вакуум, где-то одна буква. Да вообще-то-то не надо никакой буквы, лишь бы ненависти не было-то. Бьются, аллилуйя, сколько раз сказать его. Убивают, уничтожают, рубят языки там, режут. Это здесь-то у них этого нет. Но мы должны это сказать-то. Да, они не духовные. Эти мормоны там все-таки, за руки взялись, все, сидя, за столом. Пять слов, а может, больше и не надо. И Господь возвел отчество и, говорит, помолился за Лазарь. Я знаю, Господи, ты слышишь меня. Лазарь, гряди вон. Вся молитва. А здесь об исцелении, канон, там не дождешься. Можно помереть пять раз, пока об исцелении речь дойдет. И просто как венчали. За руки возьмитесь, возьмитесь. Ну, и я, как мэр, объявляю вас. Муж и жена. И камагридишь и смотришь. За руки взялись. Он их. Все, муж и жена. А здесь придумали, ходят, крутят вокруг, надевают что-то. Можно упасть десять раз. Уже женихи падают под венцом там невесты. Ну, маленько как-то приглядеться, маленько. Ну, не было вначале так-то, чтобы вот все. И вот эта ненависть, говорим о ненависти. То у нас получается ненависть не ко Христу, а к Христову учению. Мы на него ориентир-то не держим. Не надо понимать, что в этом только заключено. Нет, Христос, это не просто звук какой-то, Христос. Мы говорим Пушкин. Мы уже не представляем одни бакенбарды его. Мы представляем его труды. Вот я бы жил на лестничной площадке с Александром Пушкиным. Ну, здравствуй, здравствуй. А ничего не считал. Или я его ни разу не встречал, а прочитал на много раз. Его из техотворения цитирую наизусть. Когда его лучше знают-то? Так и здесь. Христа знать, это не значит прикасаться к нему. Это значит знать его учения и жить по нему. А вот тут вот эта ненависть-то особенно у православных. Это же монахи все зарядили. Канона, Акапис, ты считаешь, там такое, к Богородице, молитву, неима, мы иные помощи разве тебе. То есть мы не имеем другой помощи, кроме тебя. Это же отречение от Христа. Тут доказывать ничего не надо. Ну, начинает с бранной воеводи, победительницы. И ее назначили уже воеводы. Это Богородице, песнопение-то. Я его никогда не пою. Ну, терпишь, что дальше делать-то? И хотя бы один раз какой-то собор был к тому, чтобы сравнить, действительно ли мы верующие, как должно быть. А то старообрядцы. Ну что, старообряд только так и держат. Там пальцы прижать, два раза аллилуйя сказать, и ничего нету. Старообрядцы. А вот как бы староверы были, это старая вера какая? Апостольская. Это любовь к апостольскому учению. Мы бы день и ночь к этому стремились. Это нас объединяло. Я сколько беседовал с разными сектантами. У них так много правильного понимания. То, что они приняли веру во святую и троицу. Одна из загадок для меня, как адвентисты седьмого дня, столько лет жившие без учения о троице, и вдруг вели его у себя. Я пока знаю только один такой фактор. Как правило, они сектанты все дальше и дальше уходят от истинного апостольского учения, от православия. Вот здесь. И вот эта ненависть ко Христу мы в расширенном плане должны смотреть, попадаю я под это или нет. Кто не любит Господа Иисуса? Мара, нафа, анафема. Я нашел, что эти Мара, нафа, и Господь грядет, это против православных анафемах. Они Господа совсем не знают. Гоняются там мощи, мы стояли в очереди 18 часов, там поезд Богородицы. Трупа поклонники самые настоящие. Трупа поклонники. Живого Христа не знают. Общения живого с Богом нет. И вот надо канонизировать. Такой ажиотаж бьются, там голосуют, пишут везде. Евгения Родионова надо. Он там воин. Ну и что, что воин? Ну воинов-то мало ли погибало-то. И теперь придумай всякие басти, чего у него никогда не было. Это мать даже его не говорит. Канонизировали Ксению Петербургскую. Что, тут же забыли? Матрону надо. Матрону повезли. Радуга засияла. Тут же забыли. Теперь новое надо. И вот это не природа. Ну почему? Потому что недостаток. А вот недостаток Христа. Христос – это вся полнота. Если Христу человек знает, молится, в нем великой необходимости в этом человеке нету, чтобы как Афисты, Богородицы, Ангелам, Хранителям считать. Это нужно, я сам считаю. Но они без этого не могут быть. Одно дело, я признаю, это слуги Христовые. Все на своем месте становится. Но другое дело, когда непрерывно они, ну везде буквально, вот иконки там, масло, умер от него, у его мощей стояло, святость там, платочки. Язычество. Иногда грубое шаманство просто. И попы играют над этим. Вчера вот они были трое. Я говорю, нам нужно побеседовать. Я за столом-то решил введение только сделать. Они уже все собрались торопиться. Всегда торопятся, торопятся. Им все некогда, некогда. Почему? Это от сатаны. Ты, Бог так сделал, чтобы у тебя хватало времени для спасения. Это от сатаны, повторяю, что у тебя времени нет, торопятся куда-то. Как сказали, у меня времени нет, душой заниматься. От сатаны. Дьявол принял душу. Куда торопишься? Ну вот у меня времени нет, сегодня надо там вот, акафисты, что-то. Ничего этого не надо тебе. Зачем тебе, когда ты Христа не знаешь? Я говорю, сегодня побеседуем о рождении свыше. И об исполнении Духом Святым. О жизни в Духе Святом. Что такое молиться Духом Святым? Что такое получать ответ от Христа на молитвы свои? Они этого не знают. Я рожден. Я говорю, где ты рожден? В крещении. Да крещения-то не было. По затылку мокрой ладошкой хлопнули. По макушке ли. Да нет, еще что-то спорить пытается. Ну, не все одинаковые. Вот сейчас настоятель Покровского собора в Барнауле Анатолий. Тот внимательно слушал. Секретарь епархии. Новый секретарь. И старый секретарь Сергий Беляев приехал. А тут внимательно слушали. Такое все-таки для Барнаула 150 километров. А тут дождь шел. И проселочные дороги тут 18 километров. А они преодолели. Мы благодарны. А тот, который спорил-то, что сделаешь-то? Он по-другому пока не знает. Не знает. Ну, и к нему как-то больше хотелось быть ближе. Еще что-то рассказать. А он ершится. А сам не знает, где какая книга в Библии есть. Интересно, дорогой как было. Я говорю, послание Галатам прочитайте. Он и ищет ее среди книг Моисея. Давай искать среди книг Маковейских. Он не знает, где. Он искал. Пять минут искал. Я теперь дальше называю. Такое-то. Первое Коринфянное надо открыть, прочитать. Он совершенно отказывается, потому что он понимает это стыдно. Что вы меня срамите этим? Ну, не знаю Библию. Ну, и что? Не знать содержания книг. А он не знает даже местонахождение их. Это ненависть ко Христу. А ведь он что, уже царя какого-то венчали? Ну, вот сейчас, в данный момент, императора. Вот любой, любой деятельностью будут заниматься, что можно назвать бред больного ума. Это вот все в этих словах заключено. Не просто ненависть ко Христу. А когда широко начинаешь смотреть, и слово Божие живо и действенно, оно к нам относится. Да мы-то первые ненавистники Христа. Кто любит меня, соблюдет слово мое. Господь олицетворяет себя со словом своим. Проверит. Я люблю, как в американских фильмах. Я люблю тебя, я люблю тебя. В чем любовь-то? В том, что ты говоришь к словам. А друг друга не слушает, что говорят-то. Ой, я люблю тебя, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Уже ногу пили, то отрезаны, все будет хорошо. Через 10 минут мертвый будет. Не будет хорошо. Дальше будет то, что Господь назначил. А Господь назначил то, что Ему угодно. А Ему угодно иной раз прикасается. Горам они дымятся. Он ему, Господу угодно, чтобы везувии горели, а прокидывались помпеи. Содом и Гоморрой шли на дно моря. Весь мир потопом был потоплен. Это Бог делает, которому имя любовь. Дайте понятие правильное о Боге. А я такого Бога знать не хочу. Вот и попал в эту строку. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И сверх сил он не даст испытания. За все благодарите. Да у меня сын погиб. Как я благодарить? Вот они, мормоны или кто, ропщат у нее. Ребенок умер, она год за годом. На колени вообще не становится. Но она начала хулить Богом. К Богу посылает буквально проклятие. И уже тут она на коленях. Ее шибло горе это. Язычники даже так не делали. Это пострамление веры. Когда человек вот рыдает, распускает волосы, там скорбит. Златоуст говорит, язычники говорят, а где ваша вера в воскресенье из мертвых? Потом только начинает, через два года успокаиваться. Даже фильм, дай рецензию сам себе. Вот это у них хорошее. Вот это правильно делают. А вот это, вот это и... Ну, они такие и есть. Сидя за руки, пять слов, и все закончилось. Они не будут томить себя на молитве. Они начали молитвы, ни разу не показали ничего. Они этого не знают. Они не знают. Священство любое ходит. Это против учения Христа. Далее. 31-32 стихи. Тогда говорит им Иисус. Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Толкованием. Как Бог, Он предсказывает будущее. А чтоб ученики не соблазнились, и не вменили этого в укор себе. Говорит, что так написано. Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Захария 13-7. Этим внушает следующее. При Мне вы были все вместе, а Моя разлука рассеет вас. Поражение сына приписывается Отцу в том смысле. Что иудеи распяли Господа по изволению. То есть, по допущению Отца. Он мог воспрепятствовать им, но не препятствовал, а попустил. Потому и говорится, что Он поразил. Показывает, что Иерусалим Он оставит и пойдет к язычникам. Ибо в Галилее жили язычники. Все толковали. Тут ничего не надо. Тут просто пророчество. И мы его знаем, и все пойдет к язычникам. Пришел. Здесь толковать нечего. 33-й, 34-й стихи. Евангелие добавляю. Евангелие от Матфея, 26-я глава. Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. По причине большой самоуверенности Петр один обещает не соблазниться. Посему Христос попустил ему пасть, чтобы научить его надеяться не на себя, а на Бога, и слова Христовы почитать достовернейшими собственного сознания. Притом слова, если и все соблазнятся о тебе, я никогда, отзываются высокомерием и обнаруживают в Петре гордость и незнание собственной немощи. Толкование закончилось. Вот, вспоминает петуха. Ну, петуха да и петуха, там могло быть другое какое-то знамение. О петухе не написано в пророчествах. К пророчеству это не отнесешь, но отрекутся, это вот об этом пророчество есть. Я поехал, когда жил в Прибалтике, там католические храмы, и вместо креста на шпиле петухи. Я неоднократно это видел. Я тогда думал, это только речь идет об этом. Оказывается, это у них главное, неприемлемое нами у католиков, это примат папства. Примат, то есть превосходство над всем папой, главенство его над всем христианством. Во всем мире. И они поэтому добиваются, добиваются любыми путями подгрести под себя, как вот сейчас патриархия пытается нас подмять, чтобы мы были патриархией и самостоятельно ничего не могли делать. Хотя мы ее не отрицаем. Молятся священники их с нами. А здесь отречение было сказано. Ну, отрицательный момент, отречение-то. Ну, и петух только обречил его. И они этого петуха берут, он связан, все-таки Петру было сказано. Петру, это не Павлу сказано. И вот связано с петухом, и петух напоминает о Петре. Ну, а Петр, апостол, верховный над всеми, хотя этого нет в Писании нигде. Его даже сатаной Бог назвал. Что тут удивляться-то? И, значит, о Папе речь идет. То есть, там написано, поклоняйтесь Папе. Вот что заключено в этом петухе. С какой цели его делают, вырезают, поднимают на шпиль, а у них храмы не как у православных в виде луковицы, а высокий-высокий идет кверху. Вот как. Вот это жажда власти никогда и нигде в мире за мировой историей не выражалось столь длительный период постоянства с такой обоснованностью на исторических, якобы, данных, как у католиков. Ну, побыл Артак Серкс, побыл Новоходоносор, ушел. Ну, он не считался всемирным, это Ближний Восток где-то. А здесь претензии на другие континенты, Австралию, Южную, Северную Америку и везде. Главное, это Папа. Признаешь, что не признаешь. А что за папцам за этим счастливцам? Там миллионы убитых, море крови. Я не против католиков, я признаю их. Но исторические факты надо это помнить. И бояться этого, чтобы не было повторения. От Матфея, 26 глава, 35 и 36 стихи. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. Толкование. Петр прикословит Спасителю, желая показать, что он вполне предан ему. Освободившись от страха предательства, он по сильной любви и чувству чести начал теперь восставать на других и сопротивляться Христу. Впрочем, и другие ученики, не испытавшие еще искушения, по неведению своему обещали то, чего не имели исполнить. Христос идет помолиться в уединенное место, потому что для молитвы нужно отрешение от всего и уединение. Все толкование. Это не удается. Лев Толстой так и понимал. Господь сказал удаляйтесь. Поэтому общественное моление в храме он категорически отрицал. Христос уходит в уединенное место. Но из этого нельзя делать вывод, что нельзя молиться, собираться двоим, троим, быть вместе. Это разные моменты. Удалялся Христос, чтобы не было никакой рядом суеты. И мы стараемся хоть немножко как-то где-то отдалиться. Но обстановка у нас такая в жизни бывает, как у студентов, живущих в общежитии. Шумят, не шумят, к экзаменам надо готовиться. И ты должен молиться в любой обстановке. Я вот прошел по тюрьмам, по этапам. И в конце концов Господь показал, ты должен уметь знать молиться. Это все делает, притягивается. В любой обстановке. Я молюсь, а его вторая кровать, эта шконка, второй этаж, прямо напротив у меня. Вот такое-то. И он табак дышит, вдыхает. И облако клуба в меня дует, когда я терпеть не могу. Этот табак-то. Я даже виду не подаю. И вот здесь надо сосредоточиться. Что бы там ни было. Вот особенно это видно в книге Ниеми. Первая глава Ниеми. О Ниеми говорится. Я стоял перед царем. И царь спросил, отчего печальное лицо твое? Болезни нет. Это печаль сердца. Я сильно испугался. И помолился. Тут же люди, вельможи, князья, генералитет. И он помолился. Что он молился? Рукой крестился, колени преклонял. Конечно, нет. Иегова, помоги. Вот два слова, может быть, мелькнули. И все. Погибаю. И Бог Иегова явился ему. И он стал говорить. Да так. Правильно царь заметил. А почему печальное сердце? Иерусалим разрушен. Ворота сожжены огнем. Храма нет. Народ рассеянный. Как мне царь не печалится? А почему испугался? Потому что печальное лицо, это как что-то тебя томит. Это ты что-то надумал? Ты вино подаешь? Отравить меня можешь? Какой-то заговор. Они подозрительны были. Как Сталин. Что-то у тебя глаза подозрительно бегают сегодня. Все. Считай, ты уже погиб. И вот здесь надо довериться Богу полностью. На него одного возложить все упование. Люди сегодня беды. В основном, 90 может с лишним процентов, не знают, какая беда грядет на весь мир. Писание говорит, треть часть земли сгорит. Трава сгорит зеленая. Корабли будут погублены. Не пожар на какой-то подводной лодке. Не автобусом прокинется. А прокинут будет весь мир. Смешаются все народы. И не будет пищи. Как пишет Ефрем Сирин. Мать обнимет дождь. Дождь мать. И возрыдают. Падут на землю, как листья осенние деревья валяются. Такой будет голод. Такое поражение. Такая война. Такой огонь. И вода превратится в кровь. Мир будет захлестнут воспоминаниями. Это все было. И мы никакой цены этому не давали. Вот это все вложено уже здесь в пророчество Христа. И поэтому веселье, что прыгает, танцует сегодня. Оно покажется ненужным совершенно. А сегодня только и разговор. Такие-то артисты, такие-то где-то чужую жизнь просматривают. Свою вперед на полшага не смотрят. Что будет завтра? Как какое несчастье, горе. Все, застрелился, повесился, потерял сына. Ее потерял десять детей в один день. И менее. Жена восстала. И Бог дал, Бог взял. И в этом... Тут уже никогда не будешь говорить по-американски. Все будет хорошо. Горит жена в небоскребе, а он с ней по телефону говорит. Не волнуйся, Сесилия. Все будет хорошо. То есть, она уже все. Сейчас будет погребена, ее найдут через месяц под обломками. Все будет хорошо. Не будет хорошо, будет только так, как Господь сказал. А хорошо или плохо? Да, вот именно это и хорошо, что по заповеди Божьем. У нас снова хорошо, это чтобы не болеть, досыто наелся. Дети рядом прыгали, выпускают, и дети скачут. Иов про это и как раз говорил. Наш ум, не пропитанный Священным Писанием, не имеет понятия о словах, что такое хорошо и что такое плохо. Пытался Маяковский это разъяснить. Крохосын. Хорошо, что в Боге. Что сходится со Священным Писанием. Если делается то, что воля Божия повелевает. А плохо все, что против этого идет. Это плохо. Что не слышим голос Божий. Это очень плохо. И Маяковский жил очень плохо. Он что такое хорошо вообще не знал. Счастлавие душило его и застрелился, что не пришли на его выставку. От него уже отвернулись при жизни, а он не мог без этого жить. Вот и все. Это маленький стих. И сколько мы из него берем на сегодняшний день. И учить надо детей в школе. День и ночь. Что такое хорошо? Хорошо это жить в мире, любви, молиться за врагов. Плохо то, что у тебя ненависть. Ты погибаешь в этом. Плохо-то тебе. Посмотри на себя в зеркало. Ты сам себя готов уничтожить. Есть люди, которые просят даже в аду, чтобы Бог уничтожил себя. Я не знаю, откуда старец Зосима в братьях Карамазовых Достоевского говорит. Вот как. Не то что. А я Библию прочитал 10 раз. А понял, о чем говорится. И как правило, говорят сектанты, которые вне церкви. Читая Библию, я знал одного, говорит, он прочитал Библию 100 раз. Ну, можно читать быстро. Да, есть такие люди. Но Писание так не читается. Иисус прочитал что-то немного, сел, и глаза всех были устремлены на него, и он стал говорить. Напоминаю про Елисея, про вдову Сарепскую. Почему именно туда пошел, к язычникам, а не в Израиле? Значит, Израиль был хуже язычников. Утешение душа не находило у пророков среди своих соотечественников. Вот что такое священное писание. Это мы все видим здесь, в таких небольших словах. А Филакт главное содержание дал, ну и все. Он нигде не говорит о рождении свыше. Здесь как раз и говорится. Это понимает рожденные свыше. Это ценит тех, которых Дух Святой ведет. Он об этом не говорит. Почему не знаю? Думаю, потому что не знал. Только поэтому. Если это знаешь, а как ты можешь это не говорить? Вот они приехали, я буду говорить об одном и том же. Так говорит Господь. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Это главное. Даже на мытарстах не пойдет. Далее. От Матвея, 26 глава, с 37 по 39 стихи. И взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отойдя немного, пал на лице своем, молился и говорил. Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Толкование. Не всех берет учеников, а только тех троих, которым явил славу свою на фаворе. Дабы не соблазнились, видя его молящимся и скорбящим. Но Иисих троих оставляет и отойдя от них, начинает наедине молиться. Оскорбит он и тоскует благопромыслительно, дабы уверовали, что он истинный человек. Ибо человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе. И потому природа человеческая боится ее и бежит от нее. Оскорбит вместе и для того, чтобы утаить себя от дьявола. Чтоб дьявол устремился на него, как на простого человека. И умертвил его. А таким образом был низложен. С другой стороны, если бы Господь сам пошел на смерть, то подал иудеям повод говорить свое оправдание, что они не погрешили, убив его, так как он сам пришел к ним на страдания и на смерть. Отсюда понятно, что и мы не должны ввергать сами себя в опасности, но должны молиться об избавлении от них. Для того он и не отошел на дальние расстояния, а находится вблизи трех учеников, чтобы они могли слышать его. И когда впадут в искушение, сами молились подобно ему. Распятие свое он называет чашей или по причине успения, так как он почил от него сном смертным. Или потому, что оно соделалось причиной нашего веселья и спасения. Желает, да мимо идет чаша сия. Или во свидетельство того, что он, как человек, естественно отвращается от смерти, как выше сказано. Или потому, что не желал, чтобы иудеи впали в такой тяжкий грех, за который должно было последовать разрушение храма и гибель народа. Хочет, однако же, да будет воля твоя, воля отца, дабы и мы знали, что должно более повиноваться Богу, нежели исполнять собственную волю, хотя бы природа влекла к противному. Или для того молился, да мимо идет от него чаша, чтоб не вменился иудеям грех, подобно как и Стефан, научившись у него, молился побивающих его камнями, дабы не вменилось им это в грех. Толкование закончилось. То, кажется, никуда оно не применимо, а очень даже применимо. Наступил момент такой, вот церковь прославляла мучеников, мартирос, мартиролог составляли, и они посчитали церкви, некоторые хотели быть там, и сами себя выдавали. Узнали, мучитель приехал, они выходили, я мучитель, вот Гури Самона, Авиф, мучитель ищет по другой улице, а он не знает, где ходит, кричит, где они, чтобы им отдать себя на мучение. И, наконец, церковь стала запрещать это делать. Один какой-то юноша, насмотревшись, как посчитают своих мучеников, пошел и сам себя сдал. Но его стали мучить, и он отрекся. И церковь, обратив на это внимание, его в пример стал оставить. А что мы даже делаем? Ничего, гонят в одном городе, беги в другой, ничего удивительного нет. А что я, беглец какой? Ничего, златоуц говорит. Самый большой беглец, тот, кому ты поклоняешься. Он бежал в Египет с матерью, с Иосифом. Ничего тут такого нет. И Господь уклонялся от гонящих его, он уходил от них. Зачем тебе придумывать это? Я встречался с людьми, которые, да я бы ему там, я бы, ну как бывает, раз хорохорится, я бы ему вмазал вроде. Я говорю, сиди спокойно, пока тебя не давили. А уж если арестовали, теперь молись, чтобы выдержать все, чтобы тело как-то превозмогло эту боль, не отрежься. Вообразить нельзя, какие муки сегодня есть. Вот показывает фильм 6, как их мучают там, какие страдания. Ну, все равно существует предел. Предел, где сердце не выдерживает, разрушение организма, наступает необратимый процесс. Так что заранее надо к этому готовиться. Придет Антихрист, дабы никто не отрекся и не принял его начертания. Это делать надо сегодня, сейчас. И вот это подробное описание, что его человеческая природа, толкование. Его один раз принял, и толкование это запомнил. Это необходимо. Он же говорил, минует меня ща, ша сия. А если бы Отец Небесный ответил, Христос не был бы распят, спасение наше не наступило. Это называется визъявительном наклонении. Оно не идет так. Здесь должно дать четкое обоснование Священного Писания, почему он так молился. Потому что он был Бога-человек. И как человек, истинный человек, он страшился смерти. А почему? Она неестественная, неприродная. Бог не создал смерти. Она потом пришла с грехом, и поэтому естественное, природное, оно страшится смерти и отступает. Даже эти слова-то надо разъяснить. А не говорить перевод неправильный. Неправильное понимание приводит к мысли, что перевод неправильный. А ты в это войди. Научисти надо говорить. Главное слово не хочу, не хочу. У христиан его не должно быть. А надо. Потому что это по Писанию. Это желает мой Господь. И я это раз слышал. Однажды сказал Господь, и я слышал дважды. Вот. Любого спросить, ты слышал то, что тебе один раз сказал, ты два раза услышал. Ты же понимаешь, что уши слышат это одно. А вера открывает уши внутреннего человека. Кто имеет уши слышать? Да слышит. Но как уши? У нас у всех уши есть. Веру кто имеет? Он понял мои слова? Вот смысл-то какой заложен-то. И здесь недалеко ушел для того, чтобы они видели его тоску. Скорбеть и тосковать. Это разные слова. Тоска – это потеря. Я хочу туда вернуться. А заранее скорбеть – это сожаление. В большей степени показывает. Скорбеть и тосковать. Вот вместе эти слова соединены. Я не знаю, есть еще где это в Библии. Значит, мы должны понимать и временное вот это, и касающиеся тоски, скорби от страданий, все переносимо. Господи, как ты перенес? Помоги мне перенести. Это научает кротости и смирения. А такая есть память святая Дросида, дочь Адриана, императора. И она каким-то образом обратилась. И в ее биографии такое. Она пошла и сама себя крестила. Где-то достала мира, сама себя помазала. А он христиан ловил и знал, что они стремятся к этому. Он ей разжег несколько печей в разных частях города, империи. И говорил, вот это раскладывать. И написал, христиане, вы желаете получить венец мученичества? Ну, избавьте нас от труда искать вас. Приходите сами в печь бросать. Они приходили и бросались в огонь. И она это сделала. И церковь ее почитает самоубийцу. Повторяю, мученица Дросида. Просчитайте. Я когда насчитывал, я не успевал в колокол начать. У нее ни одного шага нет христианского. Но, однако, какой дух был. А из-за чего? Из-за того, что мученика стали канонизировать. А вот на этой ошибке желанием прославить, может быть, себя. Я не обвиняю, а отнюдь. Но не по Евангелию это. И церковь, наконец, прямо стала говорить, не от Бога это, когда сами себя идут и выдают. Хотя такое было. Было, но они знали, выхода никакого нет. Вот как Анфим некомедийский. Его ищут нигде нет. А он сам навстречу вышел. А кого вы ищете? Да епископ Анфима, мы о нем слышали. Император послал арестовать. А ты не знаешь, где он? Я знаю, где он находится. Пойдемте. Сначала пообедайте, я его сразу вам отдам. Накормил, напоил их воинов. И говорит, а это я. Они настолько полюбили его. И говорят, мы скажем императору, что не нашли. Он говорит, лгать нельзя, вы меня ведите. Дорогой воины обратились. Он их крестил в реке. И дали, что как будет. Видите, раз на раз не сходится. Он выдал себя. Почему выдал-то? Момент наступил. Его искали. Его все равно уже обнаружили. Но он мог еще скрыться. А вот Григорий Богослов, или сказать, даже не только один Григорий, он бегал все время. Апанасий Великий. Но он ускользал. Он знал такие методы, как ускользнуть. Его однажды заблокировали в храме. И он успел оттуда выскользнуть. Где-то залез в колодец, и одна девица его там кормила. И оттуда разразился такими посланиями. Буквально всю империю трясло. Апанасий Великий, который. Он убегал многократно. И он знал разные способы сохранить себя, где быть тайной. Надо поучиться, это уроки. У баптистов были такие руководители, которых так и не арестовали, не могли взять. Они руководили, и ездили. Ну, советская разведка, подключена была контрразведка КГБ. А они многих находили, арестовывали. Особенно печатающих подпольно Евангелие. Но что заметили, я слышал от одного из работников. Вот пока мы печатаем Евангелие, только Евангелие. И пишем, продажа не подлежит. Работаем год, работаем второй, не могут найти. Тогда пришли люди и говорят, знаете, нам нужно вот такое. Люди, их же баптисты. Надо напечатать такое воззвание, чтобы до власти. Только напечатали, сразу арестовали. Пока чисто одно Евангелие было, не трогали власти-то. Те ли власти более снисходительные были, или как. Вот это я слышал. Поэтому, если уже наступило гонение, ни о каком тут уже сопротивлении, я буду всей системе. Не может быть, ты сохрани себя. И немощной рукой приостановить не пытайся. Вот, я сделаю так, гонения не будет. Игнатий Бричинов говорит, тебя просто смоет. Поэтому, они переодевались воинами, были нищими, а это были епископы. Вот, житие мученицы Варвары об этом говорит. Вот это мудро было. Мудро. Григорий Богослов, там другие, они много раз уходили от преследователей. Еретики искали их, передавали властям. Вот, вот как дело обстоит. Далее. Шесть. Так, нет, все у нас сегодня. закончилось. Сегодня у нас 17 сентября 2013 года. Ну-ка, давайте-ка поднимемся. У меня это... Спаси Христос. Спаси Христос. У меня после операции нога этого сейчас онемела. Ну и что? Надо смотреть. Сегодня, в общем, позвоночник не давал, перевернуйся. Вот так. Этой деревяшкой постучу. Вообще, а деревень вообще. Совершенно. Как же его много шевелить. Продолжение следует...